Карина попрыгает, я хотя бы отвлекусь, я не могу ответить, сомневаюсь. Её сажать не хочет. Стопчик, смотри. Что такое, поеду? Я просто не хочу до чего. Кружочек я отвлекусь хотя бы. Что? Что мой психотропевт сейчас, ну, опять может ответить. Сейчас зайдёт не нашу вот эту ситуацию. Расставим. Расставим дедушке. Вот и... Я просто... Это было смешно. Спасибо нашим подписчикам на Boost. Если вы хотите увидеть своё имя в этом списке, подписывайтесь на Boost. Ссылка в описании этого и любого другого ролика. Поехали. Алло. 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 Юрий Андреевич, здравствуйте. Я вас приветствую. С кем я разговорил? Микрокредитная компания Конго. Меня зовут Мещерякова Яна Вячеславовна. Идёт в записи разговора. Юрий Андреевич, это вы? Конечно, это... А как же? Мне же звоните. Не первый раз, кстати говоря. У нас поступает в отношении вашего долга. 104 дня просрочка, сумма 15 183 рубля 36 копеек. Основной долг 7 тысяч рублей, проценты 7 784 рубля, штрафы 399 рубля 36 копеек. Требования кредитора выставлены сегодня оплатить 15 183 рубля 36 копеек. Готовы сегодня оплату произвести? Слушайте, я же уже говорил, не первый же раз, нет. Сейчас ещё вот 6 дней осталось. Пишу заявление на 8 статья 230 федерального закона. Отказ от взаимодействия любого формата. Всё вам только в суд останется идти. Что делать будете? Знаете, там есть такая статья такая... Юрий Андреевич, вы сейчас писали? Вы писали сейчас это заявление? Ещё рано через 120... У вас сейчас 104... Да, через 6 дней. Через 6 дней. У вас сейчас 104, это 620 дня. Да, да, за 6 дней сможете меня убедить, чтобы я заплатил? 120 день, а у вас 104. 6 плюс 4, 10, а не 20. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Ой, спасибо. Ну тогда через 16 дней. У вас больше времени. Есть ещё шансы убедить меня. А вы ничего не меняете в алгоритме. Одну и ту же билиберду мне накидываете. Хоть бы чего-нибудь придумали интересненького. Давайте уже осталось 16 дней, там что-то коллекторам уступите, в конце концов. Выездные мероприятия. Что-то надо сделать. Время мало. Как этот Кличко говорил. Помните? Времени нету. Недели... У нас время идёт на сутки, максимум недели. Месяца у нас нету. Нам необходимо показать результат. Неделя, максимум две. Мем знаменитые. Юрий Андреевич, компания сама как бы решит, что и делать в отношении вашего договора. Без ваших советов спасибо. Просто через 16 дней решать-то нечего. Будет только в суд идти и всё. Ну либо забыть, что скорее всего... Готовы сегодня оплату произвести? Я задаю вам вопрос несколько раз уже. Я понял, да. Слушай, хороший вопрос. Дай-ка подумать. Нет, не готов. Пока не убедительно. С какой причиной? Ну нет мотивации. Нуль вообще абсолютно. С деньгами расставаться не хочется. А, то есть вы считаете, что можно взять денежные средства, их потратить и не возвращать? А знаете, изначально так не думал. А сейчас, получается, вот вы всё сделали для того, чтобы я прям реально сошёлся в этой версии со своими предположениями. Что сделали? Что ничего не сделала, вы ничего не сделали. Получается, что можно. Вы сказали, вы сделали только... Ну вот вы сейчас сказали то, что вы сделали, и я решил не возвращать денежных средств. Типа я такая, типа еду вечером. Ой, я не еду. Ну, типа, что-то у меня там, что-то, ну там, как-то так, не кое-что произошло, ну там, не кое-что произошло, но просто так, типа, там было там... Нет, я не так сказал. Вы сделали всё для того, чтобы я... Нет, я не сказал, решил, чтобы я сошёлся в своих подозрениях. То есть ещё раз. Изначально я так не думал. Я думал, что действительно у вас какие-то инструменты есть, мощные, блестящие, совсем как настоящие. А у вас только муляжи. То есть вот муляжи эти, как раз-таки, вот эти ваши звонки, и всё. Я думал, ну как, если люди дают деньги, то кроме звонков ещё что-то нужно? Опять же, ну да, 382-я статья, да, третья статья ГПК РФ, ну, 382-я Гражданского кодекса, коллекторы, подача искового заявления, да, в конце концов, заявление о выпуске судебного приказа. Ни-че-го. Ни-ху-я. Просто звонки. Юрий Андреевич. Юрий Андреевич. И всё. Ещё раз вам повторяю, компания, если решит предпринять вот не вашего договора такие действия, она это сделает. А если не решит? А если не решит, то не сделает. Всё логично. В любом случае решит. Ну, то есть компания может вставить уже договор в суд. Вот вы это сами всё... Да, может, конечно. Да. А через 16 дней только это и останется. Так как я напишу заявление об отказе от всех остальных взаимодействий. Да. Только в суд. Ну, или судебный приказ, там, что угодно. Ну, хотя судебный приказ хоть и нужно, но дело-то такое себе. Три рубля. Отменю, да, и всё. Да, исковое производство вы потом уже не сможете отменить, Юрий Андреевич. Так что в любом случае компания... Ну, исковое производство, конечно. Это состязательный процесс. Вы же знаете это, конечно. Суд – это состязательный процесс, да. Там у всех есть право, слово. И судья, кстати говоря, должен вставать на сторону более слабой, менее защищённой стороны. В споре с юрлицом физическое лицо является таковой стороной. Ну, так или иначе. Ещё же есть 71-я статья ГПК РФ «Необходимость письменных доказательств». Не все на неё ссылаются, но если ссылаются, судья отдаёт на доработку иск. Как правило, вот, судя по опыту моих коллег, знакомых, ребят, они стоят только так сослаться и всё, иск возвращают. Ну, только Конго, я смотрел судебную практику, вообще нет судебной практики. Знаете, такой сайт «Газправосудие» вообще забивал это Конго. Вообще ни одного исказа всё время не нашёл от Конго. Может, какое-то другое юрлицо подписывается в иски, нет? Юрий Андреевич, а вот здесь чем у вас нежелание оплачивать, если вы уже не первый раз в продажной компании? Ну, да, да. То есть вы можете объяснить, что у вас случилось? Могу, могу, ничего не случилось. Если посчитаете все разы, да, и последний раз посчитаете, то волшебным образом сойдётся две цифры. Первая цифра – это та, которую я переплатил у вас, цифра будет, и последняя – это та сумма, которую я взял. Они одинаковые, плюс-минус. Дебит с кредитом сошёлся. То есть последний раз я у вас взял ровно столько, сколько вам переплатил за прошлые разы. Я думаю, совсем хороший ответ, вменяемый. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. У нас дебит и кредит по нолям. То есть вы изначально для этого сделали? Что я изначально для этого сделал? Ну, вы только что мне сейчас это сказали. То есть вы имеете в виду про проценты и штрафы? Да, да. Вот это вот ваши аппетиты. Так вы, когда брали денежные средства, вы же видели, сколько вы переплатите? Сколько вам считается процентов штрафов? Зачем вы тогда согласились на эти условия? Вы сейчас будете компанию обвинять? То, что вам начислили много штрафов или что? Не, не буду. Не буду. Я же не жертва какая-то. Я четко и конкретно осознаю, что все в моих руках. Зачем обвинять, если можно забрать свое совершенно спокойно? Юрий Андреевич, я очень все поняла с нашего диалога. Не надо ответить, что очень здесь неуместно. Просто поняла и все. Зачем вот это очень все поняла? Поняла, да поняла. Юрий Андреевич, ну, можно я буду говорить то, что я хочу? Да, это, ну, как бы, знаете, все равно, что на грани сквернословить. Великий русский язык, филологические вот эти ляпы. Юрий Андреевич, я очень за вас рада то, что... Опять очень. Просто рада. Просто рада. Да нет, я очень. Очень рада. Ну, здесь подходит, согласен. Спасибо. Я фиксирую данную информацию, что вы мне сейчас сказали. И я очень за вас рад. У вас, смотрите, сколько функций у вас фиксатор большой, красивый, блестящий, да. Вы мне можете параллельнее говорить, Юрий Андреевич? Вы для чего вы мне сейчас говорите параллель? Что это за орган параллель? Я вас выслушала. Вы не знаете, что такое параллель? Вот то, что вы сейчас говорите, мне параллельно. Нет, знаете, в ухо говорят. В трубку. В параллель. Это что за орган такой у вас? В параллель мне говорить. Вы так и сказали. Мне в параллель. Мне в параллель. Не кричите мне в ухо еще. Ну, чтобы вы поняли, почему я хохочу. Мне в параллель. Где эта ваша параллель? Где она у вас? Где ты, блядь? Где ты, нахуй? Трещина эта. Ой, насмешили. 16 дней осталось. Давайте торопитесь вы со своей параллелью. Что-то делать надо. Или вы еще... Я восприняла. Даже у меня в параллель не смогу говорить, потому что вы не сможете звонить. Я, походу, вырубил кто-то. С ее параллелью. Веселят. Сегодня повеселили, да, ребят? У нас прям веселые. Сама начала прям труд. И с наличием просроченной задолженности. Минка финансовая компания LimeZine. Ваша задолженность под... Алло. Алло. Да? Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. Вон позвонили из профессиональной коллекторской организации ВИРЕС. Инспектор Кельская Екатерина Викторовна Ростова записывает. А вы, Владимир Андреевич, верно? К вашим услугам. Как? Я вас не поняла. Владимир Андреевич, это вы? Форма речи такая, знаете, незамысловатая. Когда спрашивают, ну да, это я. Ну вообще, говорит, к вашим услугам. Я весь во внимании. Да, да, здесь, 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 да. Ну и так. Громко у вас там, громко у вас-то. Громко так у вас. Как неправда, если мне громко. Я слышу ваших коллег. Сельская, я слышал, сельская, да. У вас что такое в параллели разговаривать? Ну, некрасиво, во-первых. Во-вторых, послушайте информацию, которая для вас. А они говорят, и можно, да, со мной в параллели разговаривать? Вот и я и замечание. Вы там на параллели начали разговаривать. А они со мной начали в параллели. И с вами вместе. Она себе шоколадку купила, Адина. Зяла сама шоколадку. А я что уробить? А что, мне ей давить, как она есть шоколадка? Я тоже, мужик, хочу шоколад. За ты голове. Мне нужно шоколад. Я не знаю, я не хочу шоколад. Инспектор Гельская, Екатерина Викторовна, разговор записывается. Сельская и Елена Викторовна. Я понял. Я все понял. Сельская и Елена Викторовна. У вас долг 13800 рублей. 106 дней вы находитесь в просрочке. Вам необходимо в течение трех дней оплаты унести. Владимир Андреевич, готовы поплатить, нашли деньги. Нет, 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 нет необходимости такой. Нет необходимости такой. Вы оформили займ, взяли деньги, чужие деньги. Ну, не у меня. Это нет. Думаю, у вас нефиксированная, вам начинается каждый день проценты и штраф. Я знаю, 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 знаю. Ну, она же в фантазиях начисляется, Сельская, Ирина Викторовна. А у меня необходимости нет отдавать свои деньги. Вы путаете. Нет, не чувствую. Скажите, пожалуйста, вы с целью невозврата оформили данный займ? Да, поэтому и нет необходимости с целью невозврата оформил. То есть вы целенаправленно оформили займ? С целью направленно. Ну, что, самодостаточное признание с целью невозврата. То есть брал, чтобы не отдавать. С 34 годами своим оформляют займы. С целью невозврата. Вы живете этими деньгами, да, и не возвращаете. Нет, неправда. Неправда. Это я на спорт сделал. Именно так. Вы выиграл в два раза больше. Вы не умеете, но вы оформляете займы и живете на эти деньги. Откуда такие выводы у вас? Сформировались из-за чего такие выводы? Ну, а какие выводы сделать, если вы говорите выиграть? Хотите, я вам помогу. Хотите, я вам помогу. Во-первых, это не я сказал, это вы сказали. Я не соглашался с этим. Это вы придумали, что я не работаю, зачем, не пойму. Подождите, подождите. На какие средства вы существуете? Не средства, а средства. Ударение в русском языке нужно правильно ставить. Ну, конечно, хорошо, Владимир Андреевич. Будем иметь в виду. Так это надо иметь в виду, как только в школу вы пошли. Ну, и на всё протяжение обучения в школе. Мы, к сожалению, не научили порядочности и добросовестности, чтобы исполнять свои обязательства надлежащим образом. Вообще, это должно быть с молоком матери. Что есть, то есть. Владимир Андреевич, с молоком матери и папери. Папа и папа, папа и папа. Папа и папа. Да, да, да. Мои папа и папа. Но это не значит, что вы так безграмотно выражаться можете. Вот я вот такой, а вы такая. Ну да ладно. Ну что, ну не впитали мы с молоком матери этой порядочности. А вы что-то беспокоитесь. Вам молока не хватило в вашем детстве, что ли, материнского? Мне тогда бы успокоились, не может быть, так реагируете. Как, знаете, про таких говорят. Когда бог мозги раздавал, вы за молоком в очереди стояли, да? Папа, а тут поступает или нет, Владимир Андреевич? Так нет же, я же говорю, бог мозги раздавал, а вы за молоком в очереди стояли. Ну, соответственно, имейте в виду, что по вашей анкете вся информация передается в БТА и в Бюро кредитных историй, соответственно. Это что, серьезно, что ли? Ну, естественно, передается. Каждые три дня закон испорчено будет. Ну, естественно, да. Испорчено. Вот эта идея уже под ручку, Владимир Андреевич. И она еще не испорчена, только сейчас станет испорчена. Да, лучше бы вы за мозгами в очереди стояли. Итак, далее адрес в нашей организации находится в досудебном порядке. Ваш кредитор пытается решить данный вопрос. Далее будет, возможно, переуступка в прав требования согласно договора сессии. Пытается? Так вы же что-то делаете. Он-то вообще ничего не делает. Это вы пытаетесь. Мы работаем в судебном порядке. Вы путаете. Мы работаем на основании агентского договора. А кредитор вообще ничего не делает. А вы сказали, он пытается. А я вам заявляю, что вообще уже забыл, как он звучит и выглядит. А я вас ожидал также судебная тяжба. Вы видите в судебном порядке. Тяжба? Вы же международный газовый контракт расторгать со мной собрались. Тяжба, блин. Судебный приказ максимум, на что могу рассчитывать. И все, тяжба, блин. Красивое слово вы услышали. Подметайте дворы. Зачем? У нас есть кому подметать дворы? Ну так вам. Мне негде заработать денег. Да что же вы выдумали и сами фрапируете эту версию? Зачем? Ну так, подождите, подождите. Где вы работаете? Какая разница? Я работаю в отличие от вас. Я тоже работаю в отличие от вас. Если вы только улицы подметаете после того, как языком метете. Тогда, может быть, я допущу, что польза от вас какая-то есть. Но то, что вы метете языком, от этого пользы никакой нет. Метелкой попробуйте поработать. Так же, как и языком своем. Нет, нет, спасибо большое. У меня долго. Пожалуйста, но нет, тогда не утверждено. Тогда не заявляйте людям, что вы работаете. Либо хотя бы в пример приводите какую-то пользу, которую вы формируете своей работой. Нет же пользы никакой. Вы приведите, пожалуйста, пример. Да, если вот пример подавать. Если вот такой, то, конечно, лучше не надо. Успокойтесь, да. Либо, успокойся. Либо психуй. Сложные предложения – это не ваше. Не ваше так же. Не мое тоже, да? Ну хорошо. Сложные предложения – это не наше с вами. Но дело в том, что я никому не звоню. И со своими скудными возможностями не лезу на разжёвку. А я оформляю. Ну там не надо ничего. Там галочки поставил, да и всё. Там и не надо ничего. Выражения такие применят. Вы живёте за чужой счёт, Владимир Андреевич, к 33 годам. Вы не мучились зарабатывать. А вы за чей счёт, будьте добры, объясните мне. Глупо, вы за чей счёт вы живёте? Вы за чей счёт живёте? Атактные данные ваши не изменились. Проживаете в Новосибирской области. А вы за чей счёт живёте? Сельская. Верно. Прописаны по этому адресу и проживаете. А вам не всё ли равно? Всего доброго, Владимир Андреевич. Принимайте звонки далее. Зарабатывайте деньги. Я же говорю, бесполезное существование. Всего доброго. Просто метлой мести вот это, фигурально выражаясь. Ну, бесполезно, да, друзья? Кто не согласен, ставьте лайк. Кто согласен, напишите в комментариях, чтобы вы ещё добавили. В общем, так или иначе, реагируйте на то, что вы видите, на этом канале. Дело в том, что реакция очень важна. Это активность. Да, и мы читаем. Но не всё. Комментариях... Нет. В ВК всё читается и всё отмечается лично мной. На Бусти, естественно, читается. Там ещё не так много людей. Но скоро уже будет очень много. Так как ежедневно кто-то прибавляется. И спасибо вам, ребята, за то, что проявляете любопытство. Но в ВК... Ну, читаем. Настолько, насколько позволяет время. Что там тысячи, сотни комментариев у нас. Огромное спасибо. Огромное. И даже ветки какие-то открываются. Ну, кто-то что-то написал, подхватывается, обсуждается. Это круто. Не зря таких людей называют. Блогеров. Лидерами мнений. То есть мы задаём формат, задаём настроение, а люди уже подхватывают. Бывает так, что читаешь эту ветку, вот перепалка какая-то, или спор, или просто обсуждение. И люди постепенно-постепенно уходят вообще в какие-то посторонние сюжеты. И целая дискуссия открывается. Ну, спасибо вам за это. И тут даже не за саму историю посыла, да, а вот то, что вы активность проявляете, это важно. Ох, как любят это алгоритмы Ютьюба. Когда они продвигают наш ролик, они вот за лайки, за комментарии, за репосты, что ВК, что Ютьюб, да любая другая соцсеть, очень это любят. Ну, и мы, естественно, всегда просим вас об этом. Особенно тех людей, кто хочет активно принимать участие в процессе деколлекторизации. Ещё один момент хочу вам напомнить. Процесс деколлекторизации, в том числе, и подразумевает прикольную одежду. У нас вот такие маечки есть на зоне. Да, здесь написано, говорю, в параллель. Это вот к сегодняшнему ролику. Белая, говорю, в параллель. Чёрная, разные размеры. Есть. Также белые и чёрные с конструктивным диалогом. Да, всё это для вас на зоне за полкопейки. Но это круто при общении к процессу деколлекторизации. Материал классное качество. Ну и, конечно же, соответствующая идея. Подхватывайте. На связи. До завтра. 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 До завтра.